Платить за проезд в общественном транспорте придется больше уже с середины февраля. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил заместитель мэра Игорь Блохин. Десять дней областной департамент регулирования тарифов анализировал предоставленные перевозчиками документы, чтобы определить максимально допустимую стоимость проезда в маршрутке. Вердикт 23 рубля. Платить за проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях тоже придется больше по 20 рублей. Если завтра департамент утвердит предельный тариф, после этого требуется 10 дней для опубликования по закону, это будет по нашим расчетам 15 или 16 февраля. В мэрии отмечают, стоимость проезда на городском транспорте не поднимали уже два года, а на маршрутках и вовсе четыре. Информацию депутаты приняли к сведению, обсудили вопросы бюджетные. Кредиторская задолженность города по сравнению с прошлым годом выросла почти в два раза. За выполненные работы подрядчикам пока не заплатили в общей сумме больше 600 миллионов рублей. Основная доля кредиторской задолженности сложилась по департаменту городского хозяйства. Это 263 миллиона рублей или 53% общей суммы задолженности. По департаменту образования задолженность в части средств городского бюджета составила 114 миллионов рублей или 23% общего размера. Депутаты попросили мэрию отчитаться о мероприятиях по погашению долга уже на следующем заседании муниципалитета. Самая дорогая недвижимость в городе Ярославле район резинотехники. Налог на имущество физлиц теперь рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Однако в реестре по-прежнему много ошибок. В прошлом году планировали провести переоценку, однако этого сделано не было, заявили в мэрии. Нам нужно сделать так, чтобы ни один ярославец не переплачивал свой налог за недвижимость. К сожалению, кадастровая оценка должна быть на сегодняшний момент несовершенна, и мы должны сделать все меры для того, чтобы ее нормализовать. Ярославские депутаты решили попросить своих областных коллег взять этот вопрос на контроль. Были и другие решения. Например, вопрос необходимости организации платных парковок в центре города решили вынести на референдум. Нина Колотина, Сергей Чекмарев. День событий.